Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые площадки и продолжаем анализировать последствия весьма значимого для всех финансовых рынков политического события, как выборы президента США. И особенно сейчас важного и интересного, поскольку президентскую гонку выиграл тот человек, на которого немногие делали ставку. 45-й президент США Дональд Трамп. Официальное, собственно, уже признание. И нам нужно уже пытаться адаптировать ряд наших инвестиционных идей и наш фундаментальный подход к новой действительности и реалиям, с которыми впоследствии столкнется американская экономика. Ну, думаю, не будет привлечениям, если мы скажем то, что и мировая экономика тоже. Начнем мы сегодня с того, что у нас наблюдалось на рынке энергоресурсов. В частности, вы все прекрасно могли видеть. Самое интересное движение, конечно же, мы наблюдали на азиатской сессии, когда подсчитывались голоса, соответственно, тех избирателей, которые голосовали либо в пользу Хиллари Клинтона, либо, соответственно, в пользу Дональда Трампа. И когда менялось позиционирование, рыночное мнение, мы могли прекрасно наблюдать, в принципе, как это влияло на поведение активов, как рынки реагировали на факты очевидного лидерства Трампа. И, в принципе, все это было реализовано и отражено в динамике рисковых инструментов. И, конечно же, американцы. Что касается нефти. Лоу вчерашнего дня 44,39. Клосса выше 46,53. Сейчас актив торгуется на отметке 46,57. Безусловно, основной фундаментальной идеей не только вчерашнего дня, но, я думаю, что и сегодняшнего, и завтрашнего, еще какое-то время, будут как раз итоги выбора президента. И то, что Трамп одержал победу в ходе вот этого нелегкого и очень затяжного скандального противостояния. Если, опять же, пытаться объяснить то, что мы наблюдали на рынке нефти, я думаю, что здесь все более-менее логично и понятно. Первая реакция, которая последовала на рынок после того, как совершенно очевидно стало то, что Хилари Клинтон уже не догонит Трампа по количеству голосов, это бегство из рисковых инструментов и полученный спрос на защиту. Нефть у нас традиционно является представителем рисковых активов, поэтому интерес к этому инструменту пропал так же быстро, как и в отношении многих других. Соответственно, после того, как позиции Трампа стали крепчать, все трейдеры, которые специализируются исключительно на торговле нефти, стали развивать тему с последствиями для всего рынка энергоресурсов президентства Трампа. И вспомнили про его, скажем, лобби, идеи того, что сланцевый бизнес нужно развивать, поскольку нужно предпринимать все возможные усилия для того, чтобы повысить энергетическую независимость США. То есть прямым текстом Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании делал акцент на то, что его президентство станет катализатором для всего рынка энергетических ресурсов. Поэтому трейдеры смекнули, что если так, то логично рассчитывать на новый бум сланцевый, соответственно, логично рассчитывать на сохранение, а может быть даже увеличение темпа прироста количества платформ, ну и, соответственно, на дополнительное производство, которое станет реальностью, ну не так быстро, как хотелось бы нам, но все-таки станет. Мы подождем. Несколько кварталов ничего. Это много времени, но если закладывать, опять же, долгосрочные ожидания по нефти, я думаю, что наши ожидания будут окуплены историцей, потому что мы уже неоднократно делали акции на те события, которые находятся в горизонте. Собственно, ожидания очень далеко, дожидались этого фундамента и видели, как он, в принципе, приводил к тем последствиям, которые мы хотели видеть по тем активам, на которых спекулировали. Сейчас это по нефти и четкое присутствующее основание понимания того, что Трамп действительно может стать таким бустирующим фактором для этого энергетического сектора, для энергетического сектора Соединенных Штатов Америки. У нас США давно является одним из основных катализаторов для движения на рынке энергоресурсов. Мы регулярно следим за статистикой по запасам на Американский институт нефти, данные Минэнерго США и отчет Бекер-Хьюз. И вот сейчас у нас есть еще и четкое понимание того, что количество нефти со стороны США будет увеличиваться, соответственно, создавая дополнительную нагрузку на общую проблему перепроизводства, которая весьма актуальна. Трамп – это негативный фактор для нефти, мы это должны прекрасно понимать. И когда сами готовились к президентским выборам, мы знали, что долгосрочные последствия будут именно такими. Поэтому мы рассматриваем бренд, исходя из новых политических реалий, как тот инструмент, который получил дополнительный повод для распродаж. И наша цель, она хоть и была уже, собственно, преодолена, это 45 долларов за баррель, я думаю, что мы можем ставить на следующую поддержку, которая значится на отметке 42 доллара за баррель. Помимо политических событий, у нас приближается заседание ОПЕК, которое состоится уже через две недели, 30 ноября в Вене, но уже по позиции ряда ближневосточных стран мы понимаем то, что конфронтация настолько сейчас серьезная между ключевыми регионами Саудовской Аравии и Ираном, что надеяться на компромиссный исход и все-таки выработку какой-то солидарной позиции по ограничению добычи, которая будет поддержана другими регионами, в частности России, сейчас не нужно. То есть даже Саудовская Аравия, даже сам ОПЕК уже сомневается в том, что какой-то компромисс будет найден и, опять же, общими усилиями все заинтересованные страны примут то самое решение, которое будет ограничивать в перспективе ближайшего времени добычу. Мы понимаем то, что шансы на это крайне низки, хотя здесь можно, конечно же, сделать ремарочку на то, что сейчас на рынке случается то, что никто не ожидает. Вот Брекзит никто не ждал, Трампа никто не ждал в овальном кабинете, и договоренности тоже по ОПЕК сейчас маловероятны. И, как назло, возьмет и случится такой в плане реализации исход, что ближневосточный картель может все-таки договориться как в рамках самоорганизации, так и с другими развивающимися странами. Но все-таки давайте пока не будем спекулировать на этой теме, у нас нет ни единого основания. В отношении хотя бы последних событий в США у нас были разговоры по поводу судебного разбирательства в адрес Клинтона, мы все-таки могли оценить и расстановку сил непосредственно перед выборами. Сейчас в отношении ОПЕК нет ни единого позитивного момента, который все-таки позволил бы нам надеяться на нахождение вот этих компромиссных решений. Третий момент – это запасы нефти США. У нас еженедельная статистика, мы ее по причине вот этих важных политических событий уделили ей в последнее время все-таки меньше внимания, но я в целом резюмирую. То, что у нас в рамках американской экономики, исходя из этих отчетов, снова даны указывающие на увеличение запасов. По версии АПИ плюс 4,4 миллиона, что касается вчерашнего отчета от Минэнерго, плюс 2,4 миллиона. Мы с вами ждали то, что запасы будут расти, получили подтверждение оправданности наших прогнозов. Еще один негативный момент против нефти. Завтра у нас в Бейкер-Хьюз. Я уверен, что мы дождемся цифр, которые будут сигнализировать о том, что за прошлую неделю количество платформ снова выросло. Поэтому замыкать мы будем, конечно же, эту пятидневку с негативным настроем, но не стоит упускать из внимания тот факт, что бренд действительно очень сильно уже ослаб. И нужно, наверное, допускать и принимать, иметь в виду то, что какое-то время на рынке, если не будет никаких новостных форс-мажоров, хотя сейчас при президентстве Трампа эти форс-мажоры вполне возможны, но если их не будет, консолидация сохранится рядом с текущими значениями по бренду, медведи снова соберутся с силами, и вот уже спустя неделю мы снова сможем обозначать возможности большей коррекционной динамики и более глубокой просадки по бренду. Давайте ждать и терпеть, мы это прекрасно умеем. Российская валюта против доллара. 63.57. Сейчас котировки. Понимаем то, что рубль находится под давлением, в частности, если бренд в ближайшие часы и до конца этой недели все-таки найдет основания для коррекции и закрепления в непосредственной близости, хотя бы рядом с значением 45 долларов за баррель, тогда мы закроем неделю по паре USD RAP выше отметки 64. Здесь помимо еще энергетической темы и корреляции с нефтью, нужно еще поглядывать и на то, что показывает американская валюта. Мы видим, какое ралли сейчас характерно для доллара. Доллар быстро теряет и быстро набирает позиции. Пока еще с дальнейшим трендом ничего неизвестно, потому что кто-то считает, что Трамп будет тормозом для решения ФРС по ужесточению монетарной политики. Кто-то считает, что наоборот, реформаторский подход, соответственно, Трампа к монетарной политике, в том числе, напротив, заставит и вынудит, даже в случае присутствующих сомнений, представителей ФРС все-таки принять это решение и нормализовать денежную и уходительную политику до конца этого года. Мы, безусловно, продолжим следить за развитием ситуации, тем более, что от доллара у нас зависит, если не все, то 90% инвестиционных идей. И в наших интересах сейчас четко понятие, какие изменения могут произойти с монетарной политикой США дальше, особенно тогда, когда президентом Соединенных Штатов Америки стал Дональд Трамп. Давайте плавно переключимся на пару европейской валюты против доллара. Мы видели то, что хай, который был достигнут в рамках вчерашней торговой сессии, составил 1,1298, практически протестировали сопротивление 1,13, но последующая после этого слабости американца, собственно, вернула европейскую валюту к тем уровням, на которых пара котировалась до исхода президентской гонки. И, можно сказать, даже глядя на пару доллара японской иены, действительно, то ралли, которое состоялось, коррекционное по доллару, оно быстро было компенсировано, и к закрытию дня мы вернулись к тем значениям, которые позволили предположить, что как будто бы никаких политических событий и изменений не случилось, и такого инфоповода, значимого события на рынке попросту не было. Это может быть заблуждением, потому что сейчас мы наблюдаем, опять же, последствия, когда рынок отходит от такого важного события. Волатильность будет хотя бы в формате потенциала очень значительной, и при малейшем измене рыночных настроений мы снова будем наблюдать именно реакцию трейдеров на факты избрания президентом Дональда Траппа. Если говорить про евро, после того, как европейская валюта против доллара оказалась выше отметки 1.12, ЕЦБ как будто бы решил использовать свою тяжелую артиллерию в рамках тех представителей, которые своими комментариями реально влияют на то, что происходит с европейской валютой. У нас известная фигура, главный экономист Европейского центрального банка Питер Проект. Собственно, когда евро стало активно расти, он дал пресс-конференцию, где снова, как по листочку, повторил, то, что Европейский центральный банк не просто так проводит мягкую экономическую политику, то, что она будет оставаться сверхагрессивной по стимулам до тех пор, пока не удастся достигнуть целевого показателя по инфляции, и низкие процентные ставки будут сохранены в течение длительного периода времени. После него выступал Ивальд Навотный, который отметил, что Европейский центральный банк при чрезмерном укреплении европейской валюты готов задействовать валютные интервенции. Нечто подобное мы слышали и со стороны Банка Японии, и со стороны еще Национального банка Швейцарии, и вчера, точнее, можно сказать, даже уже сегодня, от руководства Резервного банка Новой Зеландии. Но об этом поговорим чуть позже. Если вернуться к европейской валюте, то можно предположить, что комментарии о возможных валютных интервенциях, которые будут направлены на ослабление евро, оказали свое воздействие на динамику пары евро-доллар. Но я считаю, что резонанс и влияние этих комментариев это самое последнее, что действительно сказалось в динамике пары евро-доллар. Все-таки определяющим у нас фактором был спрос на защитные активы, и как только он стал угасать в конце прошлой недели, то есть те трейдеры снова сделали ставку на американца, а не на швейцарцы и на японскую валюту, мы увидели, как евро также полномерно стало терять, как американская валюта набирать утраченные пункты. Поэтому ключевым триггером как оставался, так и остается именно доллар. Поэтому мы прежде всего должны следить за тем, что показывает именно этот валютный инструмент. Европейская валюта сейчас снижается, котировки 1.0944 уже сейчас. Наша цель это тестирование поддержки 1.08. Пока все складывается именно так, как бы нам хотелось, то есть возобновление системной слабости евро, я очень надеюсь, что эта системная слабость будет еще и обусловлена наличием соответствующих факторов поддержки для американской валюты. Поэтому по евро-доллару мы продолжаем делать ставку на снижение. Фунт против американца. Из статистики вчерашнего дня можно отметить данные по торговому балансу. Не буду забивать вам голову именно динамикой торговли с европейскими странами, с прочим миром, показателями экспорта и импорта. Если вам интересно, вы можете посмотреть подробно всю эту статистическую информацию в экономическом календаре. Но в целом скажу то, что показатели торгового баланса реально ухудшились по сравнению с прошлым месяцем. Это подтверждает, опять же, опасения не только наши, но и всех участников рынка по поводу все-таки присутствующих последствиях выхода из состава Европейского союза. Но то ли еще будет. То, что фунт показал сдержанную реакцию на ослабление доллара на азиатской сессии в среду, только подтвердило тот факт, что в этом активе очень много медведей, и они действительно сильные. Локально, краткосрочно дают возможность фунту отбирать у доллара несколько пунктов, несколько десятков пунктов. Но все-таки долгосрочное видение остается неизменным. Фунт будет находиться под давлением, и мы, как ждали с вами, тестирование поддержки 1.20, так пока до этого уровня не доберемся. Собственно, от идеи данной отказываться не будем. Доллар японская иена. Сразу после того, как рынок на азиатской сессии среды переключился на тему с президентскими выборами, мы видели, как доллар начал активно слабеть. И, по сути, добрался до минимального уровня, больше, чем за месяц, до отметки 101.19, по-моему, так. В частности, с того уровня, с которого мы наблюдали, это ралли, примерно 105 с небольшим, получается, что и везде иена потеряла практически 4 фигуры. Это, конечно же, очень много. Но это была нормальная реакция на факт той рыночной паники, которая на рынке появилась. И следствием ее стала, собственно, победа Дональда Трампа. Трейдеры старали переводить свои капиталы в защитные гавани, убежище, к которым относятся драгметаллы, золото, соответственно, из валюты, это франк и японская валюта. Что касается дальнейшей политической картины, почему трейдеры переживают? Ну, потому что действительно неясно, какой вектор будет использован и задан для американской экономики дальше вот этим либеральным республиканцам, как Дональда Трампа. То, что изменения будут серьезные, в этом нет никаких сомнений. Вот, напротив, очень многие трейдеры делали ставку на победу Хилари Клинтон, потому что знали, что это человек, который, если станет президентом, а в этом, напомню, что никто не сомневался, то, соответственно, она сохранит статус КВО и поддержит преемственности политики, которая была сформирована в качестве вот этого стимулирующего ключа еще Баргом Обамой. То есть никаких изменений серьезных никто не ожидал. Политика должна была быть продолжена в прежнем ключе без серьезных реформаторских изменений в отношении, опять же, и работы с торговыми партнерами и так далее. Но вот что касается Дональда Трампа, то он изначально отметил то, что если он станет президентом, то сразу же пересмотрит торговые соотношения с рядом регионами, с которыми сейчас сотрудничает американская экономика. И, соответственно, как только стало известно то, что Трамп одержал победу, ну, разумеется, трейдеры запереживали о том, что стоит готовиться к волне протекционизма, которая может сейчас прокатиться по всей мировой экономике и, соответственно, подорвать и без того очень вялые и скромные показатели экономического восстановления. Трамп очень в жестком ключе высказывался в последнее время о ФРС, и, в частности, о руководителе федеральной системы Джанет Йеллен. Считаю то, что Джанет Йеллен сознательно держала ставки очень низкими в течение длительного периода времени, чтобы оказывать поддержку Обаме. И, опять же, Трамп еще во время своей предвыборной кампании отмечал то, что если он станет президентом, то кадровых перестановок ФРС не миновать. Поэтому мы можем предположить то, что когда закончится полномочия Джанет Йеллен, это, по-моему, начало января 2018 года, скорее всего, мы будем наблюдать уже нового председателя Федеральной зерной системы. И Дональд Трамп еще сделал ремарку о том, что не обязательно дожидаться, собственно, окончания полномочий. Есть такое понятие, как досрочный уход в отставку. Вот не знаю, угроза ли это была в адрес Джанет Йеллен, но как бы то ни было, такие замечания и, конечно же, комментарии, они бесследно для рынка не проходят. И сейчас, тогда, когда именно этот человек уже находится у руля, все будут возвращаться к ним вновь и вновь, потому что в них будут искать ответы на потенциальные изменения, в том числе и монетарной политики, внешней политики, внутренней, на будущее. Важно отметить то, что неопределенность на рынке будет сохраняться, как ни крути, потому что Дональд Трамп – это политик, который отличается не шаблонным, не тривиальным мышлением. То есть, его очень трудно прогнозировать, его очень трудно отчитать. Поэтому все те изменения, все те решения, которые он будет принимать, непременно станут причиной повышенной волатильности на финансовых рынках. Это позитивный момент для нас, потому что мы понимаем, что именно за волатильностью кроются значительные возможности, которые мы будем стараться использовать. Поэтому сейчас мы входим в период повышенной турбулентности на финансовых площадках. Я снова обращаю ваше внимание на то, что сейчас как никогда нужно быть крайне бдительным к состоянию ваших депозитов, нужно следить за покупательской способностью их, нужно соблюдать все правила риска менеджмента и никогда не злоупотреблять с плечом, потому что волатильность, которая, с одной стороны, может быть весьма предсказуемой, с другой стороны, может показать такой кульбит, что оставит многих у разбитых корыт. Вот вспомните и посмотрите на ту динамику, которую показывала пара USD на вчера. Мы с отметки 105 добавились до уровня 101, и тогда, когда стало уже очевидно, что Трамп, 45-й президент США, значит, сохраняющейся неопределенности будет выступать дальнейшим фактором спроса на защиту франка и японскую валюту, то есть можно было предположить, что USD-йена уйдет еще ниже. Мы увидели вот этот тотальный выкуп, который наблюдался на протяжении всей торговой сессии. И USD-йена вернулась не просто к уровням, с которых стартовала торговая сессия, а умудрилась оказаться даже еще выше. И сегодня ралли продолжается, потому что на азиатской сессии мы, по сути, с отметки 106 снизились на 100 пунктов до 105, и волатильность сохраняется. Поэтому, если вы торгуете парой USD-йена, здесь нужно бдить и быть крайне внимательным к тем комментариям, которые поступают с рынка. Ну и, конечно же, обязательно контролируйте загрузку вашего депозита. Это очень, очень, и еще раз, это очень важно. Почему доллар-японская иена вчера все-таки восстановилась? Можно сказать, что трейдеры поверили в то, что теперь можно переключаться на идею повышения процентных ставок. Но я все-таки могу связать, опять же, эту динамику еще и с комментариями со стороны Банка Японии, который, когда стало очевидно, что все-таки победу одержит Трамп, Банк Японии провел экстренное совещание, результатом которого стало заявление о том, что Банк Японии держит руку на пульсе и при сохранении вот этой волатильности, при дальнейшем укреплении японской валюты, будет готов провести валютную интервенцию. Ну, то, что это было экстренное совещание, конечно же, более-менее настраивает нас на какой-то решительности в адрес японского регулятора. Но что-то мне пока в это не верится. Но, как бы то ни было, USD-йена восстановилась. Мы можем связать это с ростом просто доллара, а можем еще и понимать то, что к этой динамике могли быть причастны японские монетарные власти. Точно такие же комментарии были сделаны со стороны Национального банка Швейцарии. В принципе, мы увидели вчера восстановление пары USD-свиси. В частности, сейчас котировки у нас 0,9826, хотя лоу дням был 0,9546. Мы знаем то, что такие же комментарии поступали вот со стороны представителей Европейского центрального банка. И сегодня, в частности, после того, как, точнее не сегодня, вчера, резервный банк Новой Зеландии пересмотрел процентную ставку, снизил ее на 25 байсных пунктов, собственно, как мы с вами и предполагали. В моменте мы увидели реакцию, которая была связана с интересом к Новой Зеландцу против доллара. То есть, пара NZD-USD выросла и достигла хая 0,7359. Однако, сохранить вот этот позитивный настрой трейдерам так и не удалось, потому что сразу после решения по ставке были сделаны комментарии по денежно-кредитной политике, Новой Зеландии и Виллер. В частности, по комментариям, то, что экономическая политика будет оставаться мягкой еще длительный период времени, то, что целевой показатель по инфляции в 2% будет достигнут только, в лучшем случае, в конце 2018 года, поэтому резервный банк Новой Зеландии имеет еще достаточно, скажем, пространства для действий, чтобы снова снижать процентные ставки. Дорогой новозеландец экономике не нужен, и то, что резервный банк Новой Зеландии сейчас принял решение о снижении ставки, это то, что окажет исключительно оздоравливающее воздействие на национальную экономику. Виллер, который возглавляет этот регулятор, собственно, повторил, что ставки по потенциалу могут быть действительно еще больше снижены, то, что это решение полностью соотносится с теми глобальными рисками, которые имеют место быть из-за ситуации с Брекзитом и с Китаем, и, более того, возможно, самый важный комментарий, то, что резервный банк Новой Зеландии также готов проводить валютные интервенции, сдерживая укрепление национальной валюты. Я думаю, что под вот этим самым укреплением подразумевается уход пары выше отметки 0,70, отталкиваясь от локальных максимумов 0,75. То есть для долгосрочных трейнеров, возможно, этот уровень стоит использовать в качестве отметки 100+, а в качестве тейк-профита здесь мы ждем долгосрочно 0,65, хотя, конечно же, на это понадобится много времени. Кодкосрочная цель – это тестирование поддержки. Сначала 0,72, а потом 0,70. По австралийце у нас без изменений. Мы ждем пару на отметке 0,75, сейчас котировки 0,7670. Евросвиси, как я и повторял, покупаем валютную пару, ждем отметку 1,10. Здесь понимаем то, что Национальный банк Швейцарии следит за ситуацией и не позволит швейцарцу еще больше расти. Из важных событий сегодняшнего дня выделить стоит только заявки на пособие по безработице в 16.30 по московскому времени в США, но полагаю, что этот отчет, мягко говоря, будет проигнорирован рынком, потому что рынок находится под влиянием все-таки уже исхода президентской гонки и победы Дональда Трампа. Поэтому сегодня мы будем наблюдать, как участники рынка продолжат адаптироваться к этому важнейшему политическому событию и решению американских избирателей, собственно, событию, которое, скорее всего, продолжит резонировать вплоть до окончания этого месяца на тех активах, на которые мы делаем большую ставку. Кодовое слово на сегодня – резонанс, величина бонуса 15%, действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.